Уважаемые коллеги, скажу несколько слов об эмансонных радоновых водородных исследований на территории Чашниковской впадины. Подобные работы наряду с изучением концентрации гелия в подземных водах направлены на выделение зон повышенной проницаемости верхней части земной коры. Эта задача актуальна и интересна, поскольку позволяет получить практически значимые результаты. Известно, что такие зоны повышенной проницаемости часто связаны с активными разломами, по которым не происходят динамические подвижки на современном этапе, нередко сейсмогенного характера. Кроме того, зоны повышенной проницаемости могут быть выражены как зоны трещиноватости, зоны повышенной флидопроницаемости, по которым происходит миграция углеводородов. Кроме того, отмечу, что содержание радона в подпочвенном воздухе, и вообще в скважинах, и даже в подвальных помещениях, значительно варьируется с течением времени, а в сейсмоактивных регионах эти временные вариации могут быть предвестниками сильных зимотрясений. Таким образом, в целом эмоционная радоновая водородная съемка достаточно значимые и интересные исследования, которые проводятся на территории Восточноевропейской платформы уже не первое десятилетие. В начале этого сообщения кратко рассмотрим общую характеристику методики эмоционных радоновых и водородных исследований по литературным данным. Отметим, что используют традиционно различные приборы, радиометры радона, радиометры альфа-активных газов. Эти приборы показаны на первых двух рисунках. Известно, что измерение объемной активности радона предполагает проходку небольших шпуров глубиной около 80 сантиметров. Используются различные герметизаторы, шланги там малого диаметра, ручные насосы для того, чтобы воздух откачивать и не было контаминат с атмосферным воздухом. Наблюдения достаточно длительные, несколько суток как минимум проводят такие измерения, поскольку есть необходимость учета временных вариаций радона разной периодичности. Эти вариации обусловлены приливными силами прежде всего, но также и метеоусловиями, и даже вибрационными воздействиями. То есть они связаны в том числе и с напряженно-деформированным состоянием верхней части земной коры. На графике показаны вариации объемной активности подпочвенного радона и их взаимосвязь с вертикальной составляющей приливной силы. Четко совершенно прослеживается здесь корреляция между этими двумя параметрами. А в качестве индикаторов зон повышенной проницаемости рассматривают высокие значения объемной активности радона, а также повышенные по сравнению с фоновыми амплитуды их временных вариаций. Безусловно, эта методика имеет ряд недостатков. Я отмечу только некоторые технические сложности, которые заключаются в необходимости использования достаточно дорогого оборудования. Посмотрел вчера на Яндекс.Маркете. Ну, такие приборы стоят несколько десятков тысяч рублей. И кроме того, есть необходимость проведения длительных наблюдений. Это, конечно, существенно удорожает проведение полевых исследований. Для того, чтобы преодолеть эти недостатки, нами предложена упрощенная схема измерения объемной активности радона. Она опробована сначала на территории Чашниковской впадины, а затем на юго-востоке Балтийского щита в Северном Приладожье. Эти измерения предполагают использование недорогого прибора Радекс МР-107. Это на тот момент был самый дешевый индикатор радона, который мне удалось найти. Эти датчики ставятся в небольшие шурфы на глубину примерно полтора штыка лопаты, но это где-то полметра. И оставляются как минимум на 4 часа. Это минимальный период наблюдений. А на практике удобно оставлять их где-то на полдня и даже на день, чтобы после маршрута снимать показания и переставлять их на следующие точки. Есть, конечно, здесь определенные технические трудности, поскольку нельзя выполнять работы в дождливую погоду. Датчики выходят из строя, к сожалению, нередко и безвозвратно. Есть необходимость периодической подзарядки встроенного аккумулятора от сети. Мне-то не всегда удобно, если полевые работы проходят, например, в палаточном лагере, в каких-то не очень комфортных бытовых условиях, где нет возможности периодически подзаряжаться. Интересно отметить, что в этом году почему-то существенно раза в полтора, а то и в два увеличилась стоимость такого прибора. И поэтому я думаю, что пришло время использовать более бюджетную версию аналогичного датчика Serat MR106N в качестве альтернативы Radex MR107. В принципе, опции здесь те же самые. Главное, что у него стоимость не очень высокая, 8500 рублей. И он работает на батарейках. Нет, удобно в полевых условиях, не нужно от сети подзаряжаться. Сейчас такие приборы сняты с выпуска, но, тем не менее, приобрести их можно, запасы сохранились. И будем надеяться, что со временем появятся новые индикаторы RADON, также в бюджетной комплектации, которые будет удобно пользоваться. На этой схеме показаны основные результаты, полученные в Чашниково. Красные точки – это точки, где выполнялись замеры. А цифрами показаны средние значения объемной активности RADON. Красные линии – это линеоменты или слабые зоны. Можно как синоним в данном контексте эти термины использовать, которые были выделены методом структурно-геоморфологического дешифрирования по цифровой модели рельефа по методике Натальи Петровны Костенко. Видно, что одна из таких слабых зон проходит вдоль Тальвига-Дурекинского оврага. И высокие значения объемной активности RADON приурочены конусом-выносом этого оврага. Другой линиомент протягивается от Ольгиного пруда в сторону поймы реки Клязьмы. Здесь также наблюдаются высокие значения изучаемого параметра. И это подтверждает достоверность структурно-геоморфологических построений и позволяет рассматривать данные линейной морфо-структуры как зоны повышенной проницаемости верхней части земной коры. В дальнейшем эта методика была опробирована территорией Северного Приладожья. Я не буду здесь вдаваться в детали. Скажу, то покажу только некоторые слайды, поскольку фактически материал дослуживает отдельного рассмотрения. А это сообщение посвящено просто методике наблюдений. Показано несколько линий профиля на острове Риек-Калансари. Это небольшой островок, очень красивый, находится недалеко от города Сартовалы, откуда, собственно, проводится в основном большая часть теплоходных экскурсий на Валаам. Здесь достаточно много докембрийских структур, которые выражены в рельефе гранит-гнейсовый купол и сопряженная с ним синформная структура, сложена ранней протаразольскими гнейсами ладожской серии. Они ограничены разломами по периметру и хорошо выражены в рельефе как поднятие. Рассмотрим один из профилей. На этом профиле в нижней части показан рельеф, вынесены точки наблюдения, а красные линии – это выраженные в рельефе докембрийские разрывные нарушения. Эти докембрийские разломы представлены уступами, вертикальными стенками, порой достаточно высокими, до первых десятков метров в районе гранит-гнейсовых куполов архейских образований, испытавших ремобилизацию в эпоху карельского тектогенеза. Разломы выражены и в рельефе, и доступны для прямого геологического изучения, поскольку породы там обохрены, сильно тектонизированы, рассланцованы, много слюдистых минералов. То есть это такие настоящие разломы, которые подновились на постледниковой стадии, то есть где-то за последние 12-13 тысяч лет назад, после отступания ледника. На верхнем графике видно, что с этими разломами связана аномалия объемной активности радона. Достаточно четкие пики, которые превышают все возможные погрешности наблюдения. В несколько раз значения меняются там, где разломов нет, и там, где они выходят на дневную поверхность. Для того, чтобы по возможности исключить суточные, там, недельные, двухнедельные временные вариации объемной активности радона, ставится несколько датчиков одновременно. Сразу проводятся исследования в нескольких точках наблюдения. Но опыт показывает, что при недостатке датчиков это, в общем-то, не обязательно, поскольку все работы проводятся в сжатые сроки, и поэтому мы можем в некотором приближении абстрагироваться от временных вариаций. К тому же аномалии получаются очень контрастные. Они забивают, так сказать, затушевывают возможные временные вариации объемной активности радона. Теперь перейдем к методике измерения концентрации водорода. Эти работы в районе Чашника проводились под руководством Владимира Леонидовича Сывороткина при участии Владимира Александровича Зайцева и научного сотрудника ИФЗ Алексея Андреевича Сенцова. Используется газоанализатор водорода ВГ-2. Методика работ предполагает измерение концентрации водорода этим прибором в небольших шпурах на глубине около метра. Шпуры проходятся простым способом с помощью кувалды и куска арматуры. Из этих шпуров ручным насосом выкачивается воздух. Используются, понятное дело, шланги и герметизаторы. Откачка идет для того, чтобы не было контаминации атмосферным воздухом, как в случае и с радоновыми исследованиями, которые проводятся по традиционной такой общепринятой методике. Выполняются замеры в точках наблюдения, которые находятся на расстоянии 150-200 метров друг от друга. Опробовали разное время замеров от 45 минут до полутора часов. Установились, что, в принципе, около часа достаточно проводить наблюдение на одной точке. Самое главное, что следует усчитывать при выполнении таких работ, измерения должны выполняться вблизи автодорог и против участков, где наблюдается высокая концентрация паров бензина. Потому что там получаются завышенные значения концентрации водорода. И они, конечно же, не отражают адекватным образом фрагменты изучаемой реальности. На схеме показаны основные результаты эмунационной съемки и сводный профиль подпочечного водорода на территории Чашниковской впадины. Коротко говоря, красными линиями здесь показаны те же слабые зоны, выделенные структурно-геоморфологическим методом по детально-цифровой модели рельефа. И видно, что в точках замера, которые находятся рядом с этими слабыми зонами, повышенные значения концентрации подпочечного водорода. И это позволяет интерпретировать упомянутые линейные морфоструктуры как зоны повышенной проницаемости. Перейдем к основным выводам. Прежде всего, по повышенному значению объемной активности радона и концентрации водорода выделены зоной повышенной проницаемости на территории Чашниковской впадины. Им соответствуют слабые зоны, ранее выделенные структурно-геоморфологическим методом Натальи Петровны Костенко. Второй вывод. Предложена проберена упрощенная методика измерения объемной активности радона в подпочечном слое. Установлена ее информативность для выделения зон повышенной проницаемости. Впрочем, как справедливо заметил известный философ и поэт Востока Амар Хайям, «Все, что видим, мы видим из только дна. Далеко от поверхности мира до дна, полагание существенным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна». Это замечание в полной мере относится и к зонам повышенной проницаемости. Действительно, дневной поверхности и в близповерхностном слое мы наблюдаем определенные геохимические аномалии. Однако, тектоническая, геологическая природа этих аномалий не совсем ясна. Неясно, что же представляет зоной повышенной проницаемости Арина Чашникова в геологическом отношении. Общеизвестно, что в области развития плитного чехла восточноевропейской платформы очень мало активных разломов, по которым идут значительные смещения. Есть даже карта неотектоники, где совсем не показаны или почти не показаны активные разломы в области плитного чехла. Нет сомнений только в отношении щитов, Балтийского щита прежде всего. Там действительно достаточно много активных разломов. Кроме того, за все время полевых наблюдений в Чашниково практика там проводится уже не первое десятилетие. Неизвестны значительные смещения слоев четвертичных пород, которые могли бы нам указывать на сдвиговые подвижки, или на сбросы, взбросы и так далее. Есть небольшие смещения, но они вполне объяснимы экзогенными процессами, не требуют привлечения дополнительных идей, связанных с микротектоникой и так далее. Если мы предположим, что эти зоны повышенной проницаемости являются зонами концентрации микротрещин, то необходимо для верификации этого предположения использовать данные других независимых методов, прежде всего геофизических, для того, чтобы показать наличие этих зон в четвертичных отложениях и в коренных, показать, что они действительно там существуют, установить их глубинность. С первым дискуссионным вопросом о природе зон связаны второй вопрос, каковы источники радиоактивного изотопа радона и повышенной концентрации водорода. Известно, что радонный водород – это глубинные газы. Вот на 11-м рисунке показано увеличение объемной активности с глубиной. Первая кривая – это по результатам эксперимента, а вторая кривая – это расчет для случая линейной диффузии. На 12-м рисунке показано изменение концентрации водорода с глубиной в разрезе одной из скважин Волгу-Ральской антиклизы. В целом, та же закономерность увеличивается концентрация водорода с глубиной. На рисунке это бирюзовый цвет в крайней правой колонке. Конечно, есть отклонения от общего тренда. Они обусловлены, как пишут авторы работы, геологическим строением, наличием так называемых покрышек, где происходит концентрация водорода. Однако общие тенденции сохраняются. Таким образом, если радон и водород – глубинные газы, то как же они поступают в листоверхностные горизонты Чашниковской впадины, если нет данных о глубинных разломах, нет результатов глубинной геофизики, навряд ли мы можем как-то в этом даже сомневаться. Существует достигающих больших глубин зоны трещиноватости на этом спокойном, в тектоническом отношении, участке земной коры. Впрочем, эти дискуссионные вопросы автоматически снимаются для Северного Приладожья, поскольку там активные разрывные нарушения известны и неплохо изучены разными исследователями. Там, безусловно, зоны повышенной проницаемости, и это древние разломы, которые подновились на новейшем этапе. А в целом же для зоны платформенного чехла Восточноевропейской платформы вопрос тектонической интерпретации пока, на мой взгляд, остается открытым. Необходимо продолжать работы в этом направлении. В заключении хотел бы представить список наших публикаций, в которых изложены основные полученные результаты эмунационных радоновых и водородных исследований на территории Чашниковской впадины. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok